Как сказал мудрец, жизнь находит путь, и если вы хотите узнать, как бы выглядел мир, если бы цивилизация исчезла и природа захватила все вокруг, тогда это видео для вас. Давайте отправимся в путешествие к заброшенным местам, которые показывают, как красиво природа может захватить то, что принадлежало людям. Номер 20. Остров Хасима Хасима, или остров боевых кораблей, это заброшенный остров в 14 километрах от побережья Нагасаки. Его единственные обитатели – бетонные здания, которые медленно поглощат природа после того, как их покинули люди. Когда-то здесь были подводные угольные шахты, а население острова составляло более 5000 человек. Но когда в Японии спрос на уголь был вытеснен нефтью в 60-е годы, Хасиму оставили на милость природы. Теперь это город-призрак, с пустыми домами, которые неумолимо захватывают растения. Номер 19. Оу-Ту-Вань Эта рыбацкая деревня на острове Шенань находится в 60 километрах от Шанхая. Сейчас и не скажешь, что не так уж и давно в этой деревне жило более 3000 людей, пока ее не оставили в начале 2000-х. Ее расположение породило много проблем, особенно с доставкой продуктов питания. В конце концов, жители решили, что легче просто уехать отсюда, чем каждый день сталкиваться с трудностями. Теперь все дома покрывают растения, медленно разрушая их крыши и стены. Номер 18. Подъем Природа не всегда захватывает места за десятилетия. Например, этот эскалатор в заброшенном районе Гонконга показывает, как плющ может протиснуться куда угодно. Он даже проник между ступенями эскалатора, а значит, в ближайшее время он точно не будет двигаться. А вот американские горки в заброшенном парке развлечений в Японии. Поездка по ним была бы очень живописной, с красивой зеленью по сторонам, но вряд ли она была бы долгой. Номер 17. Страна ООС Вам не захочется идти по этой дороге из желтого кирпича, только если у вас нет железной брони. Это была часть страны ООС – старого парка развлечений в Северной Каролине. Разумеется, здесь нет счастливых растений и живунов, только жуткие высокие деревья. Парк не смогли восстановить после пожара в 1975 году, уничтожившего здания, костюмы и оборудование. Его закрыли в 1980 году, и теперь звуки детского смеха сменил тоскливый скрип старых голых деревьев. Номер 16. Велосипед в дереве Это дерево на острове Вашон в Вашингтоне очень прожорливое. Ржавый велосипед вызывает больше вопросов, чем ответов, об истории возникновения этой странной сцены. Мужчина, называющий себя владельцем велосипеда, рассказал, что в 50-е он оставил велосипед в болотистой местности, недалеко от своего дома, и забыл о нем. Постепенно молодое древце начало расти вокруг забытого транспорта. Велосипед стал местной достопримечательностью. Это значит, что либо Вашон обязательно надо посетить, либо на нем ничего особенно не происходит. Это как посмотреть. В любом случае, хозяину велосипеда повезло, что он сбежал до того, как дерево съело и его. Номер 15. Ангор-Вад Ангор-Вад, что переводится как город храмов, это храмовый комплекс в Камбодже и крупнейший религиозный монумент в мире. Его площадь 402 акра. Изначально это был индуистский храм, посвященный богу Вишну. В 12 веке он стал буддистским храмом, но затем произошла катастрофа. Считается, что из-за сильного наводнения его покинули, и храм был забыт в течение сотен лет, пока его не нашли в 16 веке. За все эти годы до и после повторного открытия природа захватила Ангор-Вад, и деревья и лозы проросли прямо через его каменные здания. Теперь это поразительное сочетание архитектуры и природы стало неотъемлемой частью комплекса и привлекает более 2 миллионов посетителей в год. Номер 14. Заброшенная мельница Как видите, эта разрушенная мельница в Соренто в Италии уже давно ничего не производит. В ущелье, где она находится, раньше производили макароны для Соренто, но в конце концов производство прекратилось, из-за новых мельниц в более доступных районах. Теперь, 80 лет спустя, мельница больше похожа на скалу, чем на старинное производственное здание. Советую оставить пармезан дома, ведь теперь спагетти в этом месте вам точно не найти. Номер 13. Поглощенное орудие На Невском пятачке прошли одни из самых важных и смертоносных сражений, в ходе которых пытались прорвать блокаду Ленинграда. 75 лет спустя здесь разрослись деревья, которые поглотили множество предметов, оставшихся со времен войны. От шлемов до пулеметов, кажется этим деревьям по зубам что угодно, они просто вырастают вокруг всего на своем пути. Надо отдать им должное, только у них хватило бы смелости съесть целую гранату. Номер 12. Колодец Кинты Дарри Галейры Чтобы добыть воду из этого уже заброшенного колодца, нужно было спуститься по извилистым лестницам. Теперь понятно, почему изобрели краны. Колодец находится на территории дворца Кинта Дарри Галейра, в Синтре, в Португалии, и он представляет жуткий контраст с самим дворцом. Из-за восьмиконечной звезды на дне, некоторые считают, что этот колодец раньше использовали для оккультных ритуалов, что делает его еще страшнее. Кроме того, он соединяется с темной сетью подземных пещер, так что прихватите фонарик, а также еще немного смелости, если отправитесь к колодцу. Номер 11. Заброшенные рельсы Эта железная дорога в лесу Тайпиншань на Тайване стала популярной тропой для туристов, потому что поезда больше не перевозят здесь древесину. Она так заросла мхом из гнила, что трудно представить, как здесь когда-то проносились поезда с длинными цепями вагонов. Сейчас она выглядит как естественная часть леса, а не созданная человеком дорога, и скоро ее уже совсем не будет видно. Она заставляет задуматься о том, как будет выглядеть мир, если цивилизация рухнет. Останется лишь небольшой след того, что мы здесь когда-то жили. Номер 10. Церковь Сент-Этьен-Лёвьё Хотя она до сих пор впечатляет, церкви Сент-Этьен-Лёвьё в Кальвадосе во Франции пришлось нелегко. Ее построили в 10 веке, и все было спокойно, пока ее не повредили в 1417 году, во время Столетней войны. Затем, в 44 году, в церковь попал снаряд, который предназначался для немецких танков по соседству. После этого удара она так и не оправилась. И теперь, когда стекла давно исчезли, внутри остались только камни, железо и растения. Номер 9. Калманскоп Не только растения захватывают заброшенные места. Как научили нас Звездные войны? Песок. В самом деле, все, что осталось от алмазодобывающего города Калманскоп в пустыне Намиб, это дома, полные песка. Город начал приходить в упадок в 50-е, когда нашли более прибыльное месторождение алмазов, и местные переехали. Вскоре Калманскоп забросили, и здесь поселилась пустыня. Он стал популярным местом для фотографов, художников и туристов, благодаря уникальным пейзажам. Но это настоящий кошмар для Энакина Скайуокера. Номер 8. Уэндклифф В штате Нью-Йорк, среди деревьев, стоит старинный особняк. Местные считают, что в нем живут привидения. Его построили в 19 веке, а забросили в 50-е годы, после смены владельцев. За семь десятилетий прошедших с того момента части особняка разрушились, и окружающие его растения пробрались внутрь. Несмотря на нескольких владельцев, эти растения показали, что на самом деле особняк принадлежит исключительно древнему лесу. Номер 7. Парижский рай Ля Петит-Сантюр, или линия внутреннего круга, это железная дорога, которую использовали для снабжения Парижа в 19 веке. Ее не используют с 1934 года, и за это время здесь прочно обосновалась природа. Летом тут вырастает множество цветов, и дорога выглядит очень красиво, и она определенно отличается от других, более мрачных заброшенных мест. Всю железную дорогу даже хотели превратить в большой парк, так как люди все равно здесь гуляют. Вот вам и не играйте на железнодорожных путях. Номер 6. Рыбный центр Наконец-то! Торговый центр для рыб. New World Mall в Бангкоке закрыли в 97-м году из-за нарушения множества строительных правил, а в 99-м пожар спалил крышу, и дождевая вода заполнила нижние этажи. Торговый центр превратился в место размножения комаров, что по понятным причинам беспокоило местных жителей. Вместо того, чтобы строить новую крышу, они забросили рыб теляпий, чтобы они ели комаров. Рыбы сами принялись размножаться в этом необычном пруду, который стал небольшой местной достопримечательностью. Номер 5. Ледяная квартира Игольчатый лед возникает, когда поверхность выше точки замерзания, но воздух ниже нее. Жидкость на поверхности поднимается в воздух и замерзает в виде столбика. Обычно это происходит на почве, но каким-то образом такие иглы появились в пустующей квартире в Екатеринбурге. Видимо, кто-то не заплатил за отопление. Но это вы еще не видели мою комнату в общежитии, когда отопление отключили. Номер 4. Заброшенный отель В этом баре уже давным-давно ничего не заказывали, но, думаю, сюда вполне можно принести свою выпивку. Этот заброшенный отель на юге Европы когда-то был красивым, но теперь этого про него не скажешь. Он больше похож на локацию в игре про постапокалипсис, а не на роскошный отель, хотя это идеальное место для любителей городских заброшек. Номер 3. Кладбище самолетов Як-28 был военным самолетом, использовавшимся с 1958 по 1971 год. Эти самолеты больше не летают, так как их заменили новыми моделями, но их до сих пор можно увидеть в лесу, недалеко от Москвы. Это место стало настоящим кладбищем самолетов. Разросшиеся кусты и деревья медленно притягивают этих гигантов к земле. Теперь они уже точно никогда не взлетят. Номер 2. Кладбище машин В бельгийском городе Шати Йон есть лес полный машин. Это кладбище автомобилей основали канадские солдаты, которые базировались здесь во время Второй мировой. Они привезли американские машины, но из-за ограниченной торговли запасные части было трудно достать. Поломанные автомобили, которые нельзя было отремонтировать, попадали к местному механику. А когда канадские солдаты начали уезжать, коллекция механика продолжила расти, и в конце концов достигла 400 автомобилей. Он хранил машины до самой смерти в начале 2000-х. Потом за ними никто не ухаживал, и они пришли в негодность. Автомобили годами ржавели и разрушались. И все место стало похоже на шоссе, оставшееся после апокалипсиса. Некоторые машины все же увезли, но туристы до сих пор находят задние фары или выхлопные трубы, спрятанные среди листвы автомобильного кладбища. Номер 1. Чернобыль, Украина. Из всех примеров заброшенных мест, захваченных природой, ничто не сравнится с Чернобылем. После исторической катастрофы на ЧАЭС в 1986 году, в этом районе теперь процветает дикая жизнь. Помимо обычных деревьев, кустов и травы, в окрестностях появился целый табун редких диких лошадей, а также лоси и даже волки, среди прочего. Их устойчивость к радиации заставила ученых пересмотреть представление о жизни животных в таких необычных условиях. Удивительно, но некоторые звери даже приспособились к высокому уровню радиации, а пара видов лягушек выработала более темный цвет кожи. Судя по всему, это позволяет снизить количество поглощаемой радиации. Хотя у некоторых животных в зоне отчуждения есть альбинизм, или они мало живут, но многие адаптировались и показывают, что природе и самые страшные катастрофы нипочем. А вы бы решились отправиться в эти заброшенные места? Может быть, вы можете посоветовать другие локации? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!